В 28-м туре российской футбольной премьер-лиги Крылья Советов провели матч с московским «Динамо» в гостях. Эта встреча стала последней выездной для волжан в этом сезоне. Подопечный Андрея Талалаева привезли пенальти в свои ворота уже на 15-й минуте встречи. Голкипер Самарцев Евгений Фролов сфалил на нападающем хозяев Максимилиане Филиппе. После просмотра ВАР немец подошел к 11-метровой отметке и открыл счет в поединке. На 24-й минуте первого тайма судья Сергей Карасев зафиксировал еще один фол в штрафной крыльев. Максим Карпов толкнул защитника москвичей Владимира Рыкова. Второй пенальти реализовал нападающий бело-синих Николай Комличенко. Во втором отрезке встречи Крылья провели несколько опасных атак, но хозяева поля оставили свои ворота сухими. Как итог, 2-0 в пользу москвичей. Ребята достаточно все использовали, то, о чем мы говорили, то, что просили сделать. Поэтому, в принципе, принесло результат, плюс их сегодня запредельная самоотдача, которая должна быть в каждой игре. Она помогла нам победить. После матча с «Динамо» волжане по-прежнему остаются в зоне вылета на 15-м месте. До спасительной 14-й строчки им не хватает всего одного очка. Два оставшихся поединка в сезоне подопечный Андрея Талалаева проведут на домашнем поле. В среду, 15 июля, они будут биться с Краснодаром, который идет на третьей позиции в РФПЛ. В заключительном матче Крыльям предстоит сражаться с футбольным клубом «Сочи». Эти матчи определяют дальнейшую судьбу самарцев. Чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе, Крыльям нужно набирать очки с не самыми удобными соперниками. Анатолий Головко. События.